Министерство труда и социального развития разработало портал предоставления услуг по усыновлению. Его запустят 1 июня, в День защиты детей. По словам министра Улухбека Кочкорова, этот портал позволит потенциальным усыновителям получить доступ к статистическим данным, таких как пол, национальность, возраст ребенка, оставшегося без попечения. Данный портал обеспечивает объединение всех данных детей по всей республике в единый банк данных о детях по всему Кыргызстану. Данная система создает равные права для кандидатов-усыновителей, независимо от его места жительства и нахождения ребенка, так как кандидаты в онлайн-режиме могут увидеть сведения о всех детях, подлежащих усыновлению по всей республике, согласно заданным критериям на ребенка. Кандидат-усыновители могут, не выходя из дома, через компьютер или смартфон, зайти на сайт министерства и во вкладке «Предоставление услуги усыновления» увидеть общие сведения и данные о всех детях. Возможность подачи заявления также предоставляется в онлайн-формате. После того, как он отправит это заявление, портал автоматически будет через систему электронного взаимодействия Тюндюк собирать документы, собирать сведения об этом заявителе. То есть ГРС выдаст его фамилию, паспортные данные, МВД он выдаст наличие судимости или отсутствие. Это заявление автоматически попадает в районное управление социального развития по месту проживания заявителя. И с этого момента начинается обработка, работа с заявлением этого гражданина. После прохождения всей процедуры проверки потенциальным родителям выдается пин-код, пароль для входа в интернет-портал, чтобы они могли увидеть все данные о мальчике или девочке, вплоть до фотографии. А чтобы увидеться с ребенком, автоматически формируется направление на встречу. По итогам решения об усыновлении выходит приказ о предварительной опеке в течение 24 часов. Такая новость сильно обрадовала одну из кандидаток-усыновителей. Женщина с октября прошлого года стоит на учете. Она надеется, что с разработанным сайтом станет проще. Что нам, как кандидатам, это будет очень удобно в поисках детей, которых мы хотим. Потому как раньше мы должны были бегать, ездить по всем регионам, по всем детским домам, оставлять свои данные, свои документы, ждать, звонить, опять же ездить. А сейчас мы зашли, посмотрели, нашли, кого нам надо. Это мальчика, девочка, если нас устраивает. Поэтому я считаю, что это очень хорошо и очень замечательно. Как известно, 2020 год, согласно указу, который подписал президент Сором Байджейенбеков, объявлен годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Одним из приоритетных направлений госполитики является поддержка детей. В частности, детей с ограниченными возможностями и сирот, которые потеряли своих родителей. По поручению главы государства создана рабочая группа для реформирования системы детских учреждений интернатного типа. Активная работа в этой области налажена, что обещает значительно улучшить положение детей, создать предпосылки для сокращения семейного насилия и насилия над детьми. Для реализации указа президента разработан целый комплекс мероприятий, направленных на укрепление семьи и социальной защиты и поддержки материнства. В 2020 году мы ожидаем, что в отношении каждого ребенка, который находится в детском учреждении или интернате, будут предприняты все меры для того, чтобы он воссоединился с семьей. А это произойдет через укрепление семьи, через развитие социальных услуг по семейной поддержке, а также по развитию приемных семей или так называемых фостерных семей. И, конечно, через обеспечение инклюзивного образования, через создание условий, для того, чтобы ребенок с инвалидностью мог обучаться в обычных школах без отрыва от семьи. В министерстве отмечают, что чаще всего усыновляют детей, оставшихся сиротами, а также тех юных кыргызстанцев, мамы и папы которых по какой-то причине лишены родительских прав, либо пропали без вести. Но в последние годы наблюдается положительная тенденция. Растет число желающих усыновить детей из детдомов. Так, с 2017 года до сегодняшнего дня порядка двух с половиной тысяч детишек обрели новую семью. Наряду с этим немало и иностранных граждан, заинтересованных в усыновлении детей из Кыргызстана. Так, с 2017 года 42 ребенка были усыновлены иностранцами.